Азербайджанская община Нагорного Карабаха может принять участие в переговорах. Это также будет означать возвращение азербайджанской общины в Нагорный Карабах как политический субъект. Об этом агентству ОНА сказал директор Российского института политических исследований, известный политолог Сергей Марков. Коснувшись встреч глав Азербайджана и Армении, которая состоится в Вене, российский политический эксперт сказал, что у этой встречи имеются хорошие перспективы. Как и многие другие, мы также надеемся, что на этой встрече будет достигнут прогресс в переговорном процессе, а стороны заявят о готовности к взаимным уступкам. На самом деле, взаимные уступки уже нашли свое отражение в мадридских принципах. Это означает урегулирование конфликта на основе казанской формулы, которая всем известна. На первом этапе должна прекратиться оккупация, вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли, отметил Марков. Никол Пашинян хочет свершить экономическую революцию в Армении. Для этого ему нужно снять экономическую блокаду страны, поэтому в территориальном вопросе Армения должна пойти на уступки Азербайджану, вернуть оккупированные земли. Думаю, что премьер-министр Армении готов к этому. В то же время, он боится пойти на это. Он думает, что его удалят с политической арены, и он превратится в мишень для радикалов. Лидер Армении не настолько храбр с политической точки зрения, чтобы пойти на этот шаг. Если учесть, что это первая официальная встреча, то, возможно, на этой встрече не будет достигнуться соглашения по перечисленным мной вопросам, сказал он. Сергей Марков отметил, что в любом случае переговоры в Вене состоятся. В конце концов, Пашинян найдет какой-то инструмент, чтобы не потерять власть и в то же время пойти на большую историческую уступку. Почему Пашинян настаивает на том, чтобы армянская община Нагорного Карабаха принимала участие в переговорном процессе? Думаю, что он хочет показать населению Армении, что он разделяет ответственность за возможную уступку по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта с армянской общиной. Но в таком случае к переговорам надо будет привлечь и азербайджанскую общину Нагорного Карабаха. В таком случае премьер-министр сможет объяснить армянскому обществу реальное положение дел в переговорном процессе по Карабаху. Он может сказать, что все, в том числе и международные посредники, призывают Армению пойти на уступки.